Добрый день! В прямом эфире Вести Ульяновск. В студии Антон Никитин и коротко о главном. Выбор профессии из детского сада. В регионе развивается программа профориентации учащихся и студентов. Ульяновск вид сверху. Колесо обозрения в Парке Победы вырастет почти в два раза. Новую конструкцию подружают прямо сейчас. Два километра по лесу. Кросснации 2016 прошел в стране. Жители региона присоединились к акции, которую по масштабам сравнивают с лыжней России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так бывший ученик 34-й гимназии Руслан Головцев видит свое будущее в качестве машиниста поездов. Сначала в школе ко мне приходили волонтеры этого техникума. Они сделали профагитацию, рассказали о нем. Потом состоялось такое мероприятие, как арт-профи. Я тоже съездил своим классом. У меня само собой будет практика, конечно, на следующих курсах. И так же, наверное, сяду, как и все люди. Мне поможет машинист. Мы с ним поедем в определенный пункт. И со временем я всему этому научусь. По информации регионального минобразования, профориентация начинается фактически уже с детских садов. Даже для дошкольных учреждений разработана программа, позволяющая доступно рассказывать детям о профессиях. Не говоря уже о профориентации учащихся и студентов. ВУЗы и СУЗы активно работают со школами. Только УЛГУ сотрудничает почти сотни школ по всей области. По инициативе губернатора Сергея Ивановича Морозова в Ульяновской области с 2016 года реализуется проект «Радуга в мире профессий». И это как раз профориентация уже в системе дошкольного образования. Если мы говорим о системе дополнительного образования, то, конечно, здесь мы не можем не упомянуть такие направления, как Junior Skills уже на слуху у многих. Это реализация проекта детских технопарков и, конечно же, молодежной академии. Глава региона, принимавший участие в обсуждении вопросов, отметил, что профориентация молодежи должна развиваться и далее. И при этом необходимо учитывать современные реалии. Сейчас идет формирование новой, как сейчас принято красиво говорить, умной экономики, основанной на знаниях и инновациях. И сегодня эта политика должна стать инструментом развития и повышения круглоспособности всей регионской области. По словам главы региона, работа Совета ректоров должна сконцентрироваться в первую очередь на консолидации вузов и СУЗов с передовыми предприятиями и инновационными производствами региона. Эту работу следует сосредоточить на тех направлениях, которые регион выбрал в качестве приоритетных в рамках реализации национальной технологической инициативы. Обсудили на совещании и взаимодействия вузов в плане создания некой единой системы, позволяющей университетам активнее использовать сильные стороны друг друга. Перед выборами губернатор поставил серию задач. Но, скажем так, основная – это вообще организовать сетевое взаимодействие между университетами. То есть, ну, скажем так, создать сетевой университет как таковой в Ульяновской области. Каждый университет имеет свои традиции. У каждого университета свое лицо, но если мы будем так взаимодействовать, мы приобретем только много нового. Ксения Грищенко, Игорь Кранцев, Дамир Губеев и Сергей Свешников. Вести Ульяновск. 640 тысяч штрафа за взятку в несколько раз меньше. Ульяновский суд вынес приговор полицейскому взяточнику, который вымогал 15 тысяч рублей у лесника. Ульяновские следователи задержали его еще летом. Как установлено в ходе разбирательства, 31-летний обвиняемый поймал местного жителя на незаконные вырубки леса и стал требовать у него деньги за несоставление протокола. Административное нарушение он снял на сотовый телефон. Однако вскоре шантажист и сам попал под прицел скрытых видеокамер. За передачей денежных средств уже следили оперативники. Мужчина, согласившийся на участие в оперативных мероприятиях, передал 25 августа в салоне автомашины полицейского. 13,5 тысячи ему эта часть была из-за требованной суммы. После чего на месте происшествия взятокополучатель был задержан. Пытаясь скрыться с места происшествия, он совершил наезд на сотрудника полиции, который участвовал в проведении оперативных мероприятий, а также на лицо, от которого он получил взятку. В итоге суд вынес решение. Николаев признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу в доход государства в размере 640 тысяч рублей с лишением права занимать должности в госструктурах сроком на два года. И к другим темам. В Ульяновске стартовал отопительный сезон. По информации сотрудников администрации города, тепло уже подается в большинство зданий соцкультбыта. Это школы, детские сады, больницы и поликлиники. Всего таких учреждений около 500. К централизованному теплоснажению подключено около 150 многоквартирных домов. По всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, можно обращаться в единую диспетчерскую службу контакт-центра при главе города по телефону 05 или 737-911. Полицейские просят жителей региона посодействовать в поиске человека. 5 июня ушел из дома 78-летний Виктор Жихрев, уроженец деревни Путиловка Майнского района. Родственники сообщают, мужчина худощавый, рост 165 сантиметров, нос большой сгорбинкой, глаза карие. У основания большого пальца правой руки татуировка в виде буквы «В». Одежда. Черный пиджак, синяя олимпийка, белая рубашка. На голове фуражка бежевого цвета. При себе имел часы на кожаном ремешке. Разыскиваемый страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности. Стражи порядка и родственники просят звонить по телефону. 58-81-69, 67-44-08 и 41-08-54. В Ульяновском парке Победы заменит аттракцион «Чертово колесо». Старая конструкция создавала городской обзор на высоте 27 метров. Но, прослужив больше 35 лет, исчерпала свой ресурс. Вместо ейского аттракциона на высотный пост заступит «Чертово колесо» минского производства. Круг обозрения планируют смонтировать в этом году. Ну, демонтаж, что ты хочешь? Его врезать будут. В настоящее время найден способ с помощью инвестора из Москвы поставить новое колесо. Оно будет больше, чем прежнее, 40 метров в диаметре. Стоимость его более 30 миллионов рублей. Оно будет очень красиво вписано в Парк Победы. Сразу же после монтажа пройдет отладка и тестовые испытания. А уже в следующем году аттракцион запустят в эксплуатацию. В детском музейном центре музея-заповедника «Родина Ленина» открылась персональная выставка ульяновского художника-иллюстратора Андрея Медведева «Рыжий кот». Это продолжение творчества известных ульяновских авторов стихов для детей Марины Курылевой и Андрея Медведева. «Рыжий кот» – название одноименного стихотворения из новой их совместной книги «Котавасия». На протяжении 10 лет Марина и Андрей провозят в музеях и школах, и библиотеках города, и области творческие встречи с читателями, устраивают мастер-классы и выставки, посвященные книжной графике. Здесь можно видеть мои иллюстрации, то есть иллюстрации к книге, к нашей новой книге «Котавасия». Эта книга выйдет в середине октября. Что это за книга? Это «Стихи для детей». Это сборник стихов для детей. Уже третий в нашем творчестве. Сборник стихов недавно был закончен и сейчас находится на этапе издания. Читатели смогут познакомиться с книгой в середине октября. Авторы не отрицают, что появились новые идеи для следующих книг. Идей, конечно, много и не одна. И более того, эти книги уже начаты, но они пока еще не закончены. Они еще в процессе создания. Я еще не хочу о них рассказывать. Это секрет. Но они есть. И они, я надеюсь, скоро будут реализованы. И к новостям спорта. Накануне хоккейная «Волга» сыграла первый матч в рамках розыгрыша Кубка страны по хоккею с мячом. В первый же день волжане встретились со своим давним соперником – водником из Архангельска. Долгое время игра шла без опасных моментов. Однако возможности у «Волги» были. В итоге Игоря Ларионова просто уронили в пределах штрафной. Как результат, Петр Захаров успешно реализовал пенальти. После этого уже водник пошел в атаку. Одну из которых волжане остановили недозвольно приемом. И тут пенальти били уже гости из Архангельска. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Во втором тайме началась настоящая игра. Сначала Максим Пахомов красивым ударом под перекладину поставил жирную точку в одном из выпадов «Волги». А затем и Алексей Бушуев оформил гол с 25 метров. 3-1. Неплохой счет для 52-й минуты. Но водник не сдается и сокращает разрыв угловым ударом. И буквально тут же ошибается. И волжане восстанавливают разрыв. Счет 4-2. В ответ архангельская команда усиливает натиск и к 86-й минуте сравнивает счет. Финальную точку в матче поставил дуэт волжан. Прострел Владислава Кузнецова замкнул Денис Тацаров. Итог встречи 5-4 в пользу «Волги». Вы знаете, я сегодня, честно говоря, редко бываю, доволен на 100%. Но мне сегодня понравилась настрой на игру ребят. Пускай, может быть, были ошибки, пускай были недочеты. Но самое главное, что мы выдержали ту самую нить, которую запланировали игры и держали ее. Очень интересный получился. Неоднозначный. И тут самое главное было в этом матче, очень, конечно, чтобы кто меньше делает ошибок своих, тот им, пожалуй, выиграет. Вот мы сегодня допустили в середине такие невынужденные пару ошибок, которых «Волга» хорошо воспользовалась, забила два мяча. Отметим, что в этот раз, помимо давних болельщиков, поддержать родную команду пришли и учащиеся из 53-й школы. Они стали первыми участниками акции «Лучшая школа болельщиков», которая не так давно стартовала в Ульяновске. Ребята заявили о своем намерении и дальше поддерживать «Волгу». Следующий матч «Волжане» проведут против «Нижегородского старта». Пройдет игра там же, в «Волго-спорт-арене» сегодня. Начало в 19.00. В минувшие выходные Ульяновск принимал сильнейших борцов вольного стиля. Первенство Приволжского федерального округа собрало около 400 соискателей наград из 13 регионов по Волжье. В копилке сборной Ульяновской области 15 медалей различного достоинства. И этот результат можно признать успешным. Но этого недостаточно, чтобы претендовать на звание лидера. Они прежние – у мальчиков борцы из Оренбурга, а у девочек сборная Чувашии. Однако в последнее время нашим спортсменкам удается обострить борьбу в командном зачете. На сей раз мы вторые. 10 медалей, две из которых золотые, позволяют надеяться на успешное выступление в финале первенства России, которое пройдет в середине октября в Смоленске. Настоящим открытием первенства, по мнению специалистов, стало выступление девятиклассницы из 83-й Ульяновской школы Рената Минебаевой. Четыре схватки и столько же досрочных побед. Примечательно и то, что Рената не отдала соперницам ни одного балла. А это стало возможно благодаря предельной концентрации и настрою на каждую схватку, что, собственно, Рената и подтвердила. То есть, вещи выигрывали в Минебаеве Рената. Рената. И то, что выживаете 57 килограмм. Вообще нельзя расслабляться. То есть, вот даже на Олимпиаде. За 10 секунд можно улететь на туше или проиграть вообще олимпийскую медаль. Поэтому до свистка нельзя расслабляться. Бег по пересеченной местности или, проще говоря, кросс – это один из старейших видов спорта, который не требует знания особых правил и подготовки. На прошедшем минувшие выходные кроссе «Нации-2016» определяющим фактором было желание спортсменов. «Кросснации» – пожалуй, одно из самых массовых спортивных мероприятий. По масштабу его можно сравнить только с лыжней России. Впервые Всероссийский день бега «Кросснации» прошел в октябре 2004 года. Тогда в нем участвовали около 100 тысяч человек. И с каждым годом неизменно число участников растет. В этом году «Кросснации» проходят во всех 85 субъектах Российской Федерации. Только в Ульяновской области бегут около 17 тысяч человек. Традиционно в этот день на старт выходят сотни тысяч спортсменов всех возрастов. Это и школьники, и воспитанники спортшкол, и просто любители бега. Всего четыре возрастные группы. До 18 лет, 18-29 лет, от 30 до 55 и 60 лет. Для женщин и мужчин соответственно. И старше 55 и 60. Несмотря на разницу в возрасте, причина для участия у всех примерно одинаковая. Скажите, что вас побудило на участвовать в соревнованиях? Желание мое. Сам захотел. Мне просто хочется самого развиваться и нравится бегать. Каждый день бегаю. Первый раз бежала 92. Потом второй раз бежала 102. Третий раз 94 километра. Самочувствия были очень прекрасные, очень хорошие. Бегаю я по многу. Я пришел сюда с двумя сыновьями. Один из них бежит. Второй вместе со мной начнет гонку. Ну, понятно, что 500 метров для него это большая дистанция. Но самое главное, что он видит, что папе это интересно, что папа с удовольствием занимается воркой. Впрочем, среди спортсменов были и те, для кого бег стал самым настоящим стилем жизни. Мы проводим бесплатные тренировки несколько раз в неделю, собираем всех на массовые забеги, организуем мероприятия различного характера, ходим в спортивные клубы, на скалодромы. Сейчас вот планируем дальше пойти там, походить в аквапарк и так далее. Мы хотим, чтобы больше народу в Ульяновске занималось спортом, особенно молодежи. Дистанции для легкоатлетов тоже были разные – от 500 до 2000 метров. По словам самих участников, самым сложным было преодолеть первые несколько метров после массового старта. В остальном же трасса далась достаточно легко. Я занимаюсь лыжными гонками, поэтому мы как бы и на лыжах катаемся, и бегаем. Поэтому размялась перед стартом, и все. То есть, в принципе, не так тяжело было? Не так тяжело. Лучших легкоатлетов ждали награды. Как гласит один из олимпийских принципов – главное не победа, а участие. Но сложно было бы не назвать победой вызов, брошенный самому себе. Антон Никитин, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. И на этом у нас все новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Вести, Ульяновск» выйдет в эфир в 18 часов 25 минут. Ну а прямо сейчас информация о погоде, а я желаю вам всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске плюс 15 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер южный. 3 метра в сентябре.